Станиславский 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 Когда мы недовольны в театре, когда актёр играет безжизненно, неправдиво, так мы это определяем. Ну вот интересно, когда актёр на сцене ведёт себя точно так, как в жизни, нам тоже чего-то не хватает. Не хватает какого-то преломления простого правдоподобия в искусство. Не хватает особого художественного обаяния. Не хватает преувеличения. Говоря откровенно, не хватает тайны. Тайны высокого искусства. Станиславского иногда рисует в облике учёного, который знает все секреты своего дела. Действительно, он всю жизнь отдал изучению этих секретов и оставил многим поколениям открытые им законы актёрского искусства. Но делал он всё это ради того, чтобы на сцене чаще совершались чудеса. И прекрасно знал, что никакая школа, никакие законы, никакая азбука не подменят художественной личности. Говоря строго, можно сказать, нет личности актёра, нет искусства, есть некая его замена. А что такое личность? Наверное, это прежде всего богатство внутреннего мира, богатство души. Если говорить об актёрском искусстве, можно сказать, это богатство чувств прежде всего. Это оригинальность внутреннего склада. Это неповторимость отношений человека с окружающим миром. Вот в молодом актёре иногда можно заметить эту личность скорее как личинку, как зародыш. В повседневной жизни театр, к сожалению, иногда её стирает, затаптывает. У актёра нет сил сопротивляться. Реальная жизнь театра трудна. А жизнь у большого художника есть борьба. Борьба значит свои поражения, свои преодоления, свои победы. Поэтому, когда большого актёра спрашиваешь о чём-то иногда очень простом, ответ на этот простейший вопрос иногда может служить вся его жизнь. Нашу первую передачу об актёрах мы решили посвятить лучшим из лучших, старейшим, многоопытным, наделённым житейской мудростью и замечательным чувством юмора. Любимцем публики, строгим судьям себе, тем, которые отдали сцене всю жизнь. Вот есть такое понятие судьба в жизни, в театре, к своей актёрской судьбе. Как вы относитесь? Как... как вам сказать... неважно. Почему? Потому что я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такое возможно. Кто мешал? Не любили меня режиссёры. За что? Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. Может, не надо было? Не надо было, нет. Полегче жить было бы. Полегче жить было бы, правильно, да. Ну, как вам сказать, лучше могла бы быть, судьба могла бы быть более удачной. У меня так много... у меня ничего не сыграно, фактически. Ну, как ничего? Всё осталось при мне, что я хотела бы ещё сказать. Ну, не всё, Фаина Гернис, только выплеснуть и ничего. И выплеснуть, выплеснуть, это милое. Это же не помоешь, чтобы выплеснуть, правда. Тоже верно. А что бы вас сейчас могло обрадовать в театре? Меня могло бы обрадовать, если бы я работала с актёрами, у которых я могла бы учиться. Сколько же лет вы на сцене? На сцене? Шесть десятилетий. Такие претензии подумайте. А что вы не любите в театре? Я не люблю зазнайство, каботинство, не люблю актёрской самоуверенности, самовлюблённости. Не люблю. А главное равнодушие. Вот равнодушие – это гибель театра. А вот о чём я горюю, это о том, что ушёл из театра трепет, трепет. Самое главное для актёра – трепет. Фейнгерна, милая, почему вы не напишите книгу о себе, обо всём этом? Как вам сказать? Да, видите ли, я считаю, что книги должны писать писатели и мыслители. Только? Вот, да. А потом это была бы жалобная книга жалоб, называлась бы моя книга. А я не люблю жаловаться. Вот. Кто был вашим учителем в искусстве? Учителем был Станиславский. Я никогда у него не училась. Но я-то так много его видела. И так этим наслаждалась, и поражалась, и восхищалась, что он остался у меня в памяти до самого моего смертного часа. А кто был вашим педагогом? А педагогом у меня была Павла Леонтьевна Вульф. Замечательная актриса и такой же прекрасный человек. Она никогда меня не хвалила, а всегда говорила, ты можешь лучше. А вот когда ты будешь собою довольна и придешь от себя в экстаз, от своего дарования, значит, тебе уже конец. Ты уже не актриса, а кабутин. Фангерна, а почему вы кочевали из театра в театр? Искала святое искусство. Нашли? Да. В Третьяковской галереи. А вот вы говорите о Станиславском. А в жизни вы его видели? Да, один раз. Как это было? Я переходила улицу Леонтьевской переулы, где он жил. Я там жила. Напротив него. Нет, я не шучу. Правда. И тоже видела. Счастливая вы. Я увидала на извозчике. Ехала с Станиславской. Со мной что-то сделалось невероятное. Я стала прыгать около пролетки и кричать ему, мальчик мой дорогой. И он стал смеяться. Стал спиной к извозчику и посылал мне приветы и воздушные поцелуи. И после этого я слегла от переживаний и волнений. А вы счастливая? Я счастливая, что насмешила Станиславского. А он послал приветы. Да, и я этим очень горжусь. И часто это вспоминаю как праздник. А что вы любите больше? Репетировать или играть? Ну, конечно, репетировать. Во-первых, это безответственно. А играть я вообще не умею. Я не понимаю, что такое играть. Я не знаю, даже это слово, по-моему, не подходит к нашему делу. Жить в образе человека, создавать его, а никак не играть. Играть дети, в карты можно играть, набегать и так далее. Ну, вот на вашем счету такие противные тетки, как Манька, Бандитка, там, ну, много всего. Спекулянтка. Спекулянтка, да. Какое вы к ним испытываете чувство? Отвращение. Ну, для творчества, наверное, этого мало, как художник. А как художник с интересом. Что же это за гадость такая на свете, может быть? Смотрите, приходят, понимаете, забирают. Понимаешь, тут земляки понаехали, я в гости собрал. Так они приходят, я же самого на мне торгую, краденого не держу. Так чего меня забирают? Смотрите, пожалуйста. А вот сейчас проверим, узнаем. Вот она, эта Манька, спекулянтка из спектакля Шторм. Фамилия, имя, отчество. Смотрите. Мне прямо неудобно перед суседями, суседями, что вы меня забрали. Настасья Петровна. Ага, Настасья Петровна, я. Фамилия? Что, говорите? Фамилия, говорю, как? Вот это горло у меня боится. То я солому с хлебом проглотила, так она у меня застряла, торчить ни туда, ни сиди не велась. Читайте, там за меня все прописано. Так, Настасья Петровна Солодубова. Ага, Солодубова я. Ой, нет, ошибся. Солодубова. Так я же говорю, Солодубова, ну. А сказала, Солодубова. Шорики? Сказала, говорю, Солодубова. Так это же я же за вами повторяла. Как вы говорите, так и я говорю, правда? Я же себе не позволю против вас горить. Смотрите, такой человек сидит, а я буду против его говорить, что я сама... Какой губернии? Шорики? Губернии, говорю, какой? А? А, херсонской-то губернии. Ах, далеко, однако, забрались, а? С Днепра на Волгу. У Деникина места не хватило? Вот там бы и спекулировала себе на здоровье. Да не нравится мне в Деникина. Ну, бандюга такого-то, Деникин. Понимаешь, комиссар, ограблять нас там, а ты мать нас всю. Я, может, через того Деникина голая-то босая осталась. Мне вас больше нравится, ей-бога. Вас как-то, знаете, приличнее вас, спокойнее вас. У нас спокойней, да? А вот сидишь арестованная. Так тоже ошибка ж получилась. Как вы разберете, что я не повинная? Вы же меня не выпустите, правда? На то же вы наше вот это, как ее? Да здравствуйте! Крестьянская, советская, рабочая власть, ура! Так. Знаешь, комиссар, как мы вас дожидаемся? А я ж так особенна, я ж прямо аж горела вся, пока вы не пришли, ей-бога. Возраст. Шо вы говорите? Сколько лет? Сколько мне годов, да? Да я уже со счетом сбилась, ей-бога. Я уже замуж не собираюсь, так я уже и долго не считаю. Шо-то мне около 50. 50 лет. Крестьянка. Ты уже ж не дворянка я. А написано мещанка. Шо-рити? Написано, говорю, мещанка. Посмотрите, какие цепки у нее руки. Они непрерывно живут, и в руках звериная сущность этой маньки. Что-то делалось мещанка. Шо-рити? 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 Занимаетесь чем? Да вот это же я немножечко торгую, меняюсь я. Чем торгуете? Я главным образом меняюсь. Я, вон, знаете, комиссар, сменяла в артистке. Гуся. На платье-то граммофон. Так платье у меня все как есть разлазится, граммофон не поете. Артистка еще интеллигентная, у цирки на голове ходите. Так понимаешь, каждый норовится тебе сорвать. Чего меня вот сейчас зарасту в лаве? Ну, чего меня взяли? Я же самого на мне торгую, комиссар. Ну, шо, ей-богу. Краденого не прячет, так они приходят. Мне ж невдобно перед суседями теперь. А где достаете это барахло? Да в одних, понимаешь, берешь, другим продаешь. У кого берете? Да ворок же большой раз, уже всех запомнишь, кого берешь, ей-бога. Ну, назовите хотя бы одного по фамилии. Шо, вы говорите? По фамилии хотя бы одного назовите. Да как же ж я вам чужую фамилию скажу, как мне уже свое в голове не держится. Ну, время ж какое кошмарное. Уся голова у меня кругом идет. Так, родные живы? Нет, все у меня помирали. И папаша, и мамаша. Сирота я. Семейное положение? Шо, родитель? Муж, говорю, есть? Не я баришня. Так, где живете? Да где все люди живут? На земле-то я в доме живу. Ага. Ну, хорошо. Еще один вопрос и отпущу. Где достаешь заразное белье и обмундирование? Какое белье? Какое обмундирование? Нема у меня немцы. Садись. Нема, Ливоня. Садись. Да глупостью, говорите, комиссар. Какое там белье? Солдаты себя понимаешь. Сымают, меняют на базаре, все продают. А я тут при чем? А почему белье и обмундирование английское? Так мало у нас пленных. Так те, что от Колчака вбежали. У них же английская хвороба. Да у них одна рвань старье. А у тебя много нашли этого белья? Нема, нема у меня, нема, ебан, нема. Лупостью, говорите, комиссар. Какое у меня белье? Что вы говорите, ебан? Слушай, Манька. Мария Карповна, брось дурака валять. Вы все знаешь за меня, да? Все знаю. Вот это у вас работа. Ну вот, Шаманька. Ну? Давай поговорим по-хорошему. Ну? Чего? Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию тифозным бельем? Ой. Для тебя же лучше во всем признаться. Ну? Откуда? И у кого достаешь это барахло? И кто помогает тебе его распространять? Скажешь, на чистоту? Ну, в тюрьме посидишь. Но будешь жива. Не скажешь? Расстреляем. Невозможно предугадать, каким будет следующее движение, следующий звук этой сценической жизни. Ну, что она говорит? Ой! Ой, боже ж мой, боже ж мой. Ой, боже ж мой. Ой, боже ж мой. Ой, ой, ой. Шо он мне говорит? Так что советую тебе подумать. Подумать. Дай мне закурить, комиссар. Ой, ой, ой. Кури. Кури. Шо он мне издаёт крутить? Мне ж руки отморозили, но я не могу крутить. Давай мне папиросы. Крути, крути. 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 Ай, боже ж мой, боже ж мой, боже ж мой, боже ж. Слушай, то в тебе подсигарь такой, комиссар. Вот этого, такой человековый, вот такой подсигар, аж смешно мне его. А шо, а шо, у меня вот этих подсигар завалиться можно, ей-бога. У меня есть один золотой, полхунтовый, с монограммами, ей-бога. А какой, какой пробы, Манька? А ты шо, интересуешься за золото? Да ты меня брешешь, ей-бога, брешешь. А ну, иди сюда, иди. Тухра. Ну, смотри на меня голосом. Брешешь меня, а? Так мне вот это, слухай, мне же этот часов мужистих женских заваливается. Мне вот это кольца, брошки с каменьями, камень, как лампы горят. Женьки пойдет, твои, Женьки, не губи меня. Слухай меня, Киренки, ржинами гниют, ей-бога. Золото есть царское, Николаевска. Тихо, только, тихо, тут слухай гром, люди. Твое ж будет, все твое будет, пусти меня, комиссар. Слухай, ну, слухай, ну. Люди говорили на базаре, скоро ж наши придут, наши придут, мама, рознай. Тихо, Манька. Ну, так деньги же нужны будут. Че тут оставаться, че будем за границу текать. Ты мне пиши записочку, чтоб не выпустили, скорее, все твое будет. Скажи мне, только тихо. Все тихо, боюсь, что слухай гром тут все. Ну. Золото, это хорошо. Тихо, еще отключите. Золото государству достанется. Смеешься с меня, а? А тебе, Манька, советую подумать, что я сказал. Смеешься с меня? Так Маньку голыми руками не возьмет. Да нет, я смотрю, что оно такое. Его никогда пистолет в руки не брало, вижу. Лежит, что-то такое. Да этот не стреляет. Вот этот вот стреляет. Ой, не убивай, комиссар. Усех повидаю. Усех повидаю. К чертовой матери на Шоне мне сдали. Ты меня защищишь, комиссар. Защитим. Так я тебе у всех повидаю. Ты их, значит, постреляешь, а меня слабонишь. Вот, пиши. Говори, кто? Пиши, значит, меня заманул вот этот мордовый собачий, такая, брагинкой, зовут, пиши. В военкомате работает. Он же ж меня смертью пугал. Пистолет меня до головы прикулял, пиши, чтоб я, значит, шурум-бурум из вошины продавала. Еще кто? Я ж чистая, как цветок. Я ж не повинная. Вот этот Богомолов, слухай, слухай. Значит, ты меня защищишь. Куда? Богомолов. В военкомате тоже он работает. Пиши, слухай. Всех повидаю. К чертовой матери на Шоне мне сдались. Беляки, проклятые. Пореши их, скорее, к черту. Слухай, пиши, пиши, что тебе у всех будут видовать. Вы видели таких, как Манька, в жизни? Видела. К сожалению. И ненавижу их. И мне стыдно за них. Потому что они считают, что они люди. Но мне очень везло. Я счастлива. И мне везло на прекрасных людей. Светлых, чистых, добрых, человечных. Я таких много встречала. Их больше, чем Маник. Фейнгерна, а у вас был какой-то самый большой авторитет, режиссер в жизни? Режиссер самый большой? Да. Александр Сергеевич Пушкин. Вы серьезны? Да. Вы помните, Лаура, говорит? Слова лилис, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Как мне это нравится. Я вообще... Вы не представляете, как я люблю Пушкина. Я дышу им. С детства. И до моей глубокой старости. Нет, я представляю. А как вам не позвоню, я вам про вас, а вы мне про Пушкина. Правильно. Да, да. Пушкин все для меня. Вот. Я вспоминаю, вспоминаю строчки Анны Ахматовой. И было сердцу, ничего не надо, когда пила я этот жгучий зной. Онегина воздушная громада, как облако стояло надо мной. Хороший стричок. Прикрасный. Можно после Пушкина прочитать. Правда? Выдерживает Анна Андреевна. Над чем вы сейчас работаете? Работаю над чем? Преимущественно над собой. В каком смысле? В каком смысле? Как вам сказать? Симулирую здоровье. Простите. Ничего смешного в конечном счете нет. А как вы относитесь к собственной популярности? Как вам сказать? Это моя маленькая женская тайна. А можно поподробнее? Поподробнее? Ну, конечно, приятно, когда хвалят. Это, пожалуй, единственное, что не надоедает. Тем более, что я сама собой никогда не бываю довольна, мучаюсь, терзаюсь, после спектакля не сплю. Все играю, переигрываю, всю роль обратно. Ну, нужны похвалы, нужны? Ну, нужно, когда меня хвалят, ну, все-таки это компенсация какая-то, ну, знаете, вроде вкусного пирожного. Ну, я не бываю с собой довольна, никогда. Никогда? Нет, не помню такого случая. Не было такого случая, чтобы я от себя была в восторге. Фаинберген, а как вы считаете, ум, интеллект актеру нужен и необходим? Вы знаете, я наблюдала очень интересные вещи в жизни. Кретин, болван, дебил, на сцене умный. Вот сядет, как бородавка на человека. Он виноват, он не виноват в том, что на него села бородавка, понимаете? А что сядет? Талант. Талант? Талант, как бородавка. И вот он на сцене, и умен, и все. Но есть другие примеры. О, я знаю. Пример обратный этому. Необычайно умную, тонкую. Изысканную, тонкую актрису неповторимого таланта. Я всю жизнь стою перед ней коленно преклоненно. Это Верико Анджапаридзе. А что вас потянуло к пьесе «Дальше тишина»? Сострадание к старикам этим. Чувство сострадания, оно часто вас посещает? Сострадание, это самое, самое привычное мне чувство. И жизнь моя из-за этого очень нелегка. Не жалеете об этом? Нет. А вы знаете, что на этом спектакле в зале очень много плачут? Знаю. И как вы к этому относитесь? С удовольствием. Пусть. Эта старая женщина, вырастившая пятерых детей, теперь не нужна им. От нее к детям только любовь. А от них деловой расчет. Как проще, как дешевле. Куда пристроить мать, куда отца. Ну, врачи... Что? Нет, не вам. Ему рекомендуют переменить, переменить, переменить климат. Да, и так, как Ада. Живет в Калифорнии. Ой, мальчик. Ой, как хорошо. Мы туда к ней с папой поедем. Говорят, там всегда солнце, всегда тепло. Ой, как я рада, мой мальчик. Мама. Как я рада, если бы ты знал, какое это счастье для меня. Мама, дело в том, что Ада может взять только папу. Почему? Почему? Почему только папу? Она... Она... Меня не может взять. Нет, она не может взять двоих. Почему? Ты ей скажи почту. Позвони ей скорее. И скажи ей, что мне не нужна комната. Я могу жить в чулане, под лестницей, где угодно. Только, чтобы быть рядом с ним. Потом скажи. Отец ослабел. Я нужна ему, понимаешь? Я нужна ему. Скажи ей, что я буду все делать. Буду... Буду вместо прислуги. Она может отпустить прислугу. Я буду стряпать. Буду стирать, убирать. Я буду все делать. Пусть возьмет меня. Скажи, скорее позвони ей. Скажи, пусть возьмет меня. Я нужна ему. Как же это он будет без меня? Как это? Это же невозможно. Ну, скорее позвони ей. Мальчик мой, позвони ей. Я же прошу тебя. Мама. Скажи ей. Она может отпустить свою прислугу. Я буду все делать. Пусть возьмет. Подзвони скорее ей по телефону. Скорее. Она не может. Не может. Моя дочь не хочет меня взять. Когда он уедет? Через два-три дня. Ой. Ой, мальчик мой, что мне делать? Что же мне теперь делать? Скажи мне. Уедет. Уедет. А я могу с ним попрощаться. Это вы позволите мне сделать? Мама, ну что ты, как, что ты говоришь? Боже мой, уедет без меня, мальчик. Что мне делать, милый мой, дорогой мальчик? Что мне делать? Я с ума сойду. Мама, мне надо тебе еще кое-что сказать. Нет, сначала я скажу. Нет, мам, ты мне позволь сказать, потому что я потом просто не смогу сказать ничего. Нет, сначала я скажу. Мне не хочется тебя обижать. Но я не была счастлива в твоем доме. Мне всегда было одиноко в этой пустой квартире. Ты не будешь на меня сердиться, если я скажу, что я решила уйти от вас. Мама. Дай мне договорить. Я, я хочу поселиться в Колберском убежище для престарелых женщин. Мама, мама, мама. Дай мне договорить. Ведь я раньше верила. Боже мой, я же верила, верила, что мы с папой опять будем вместе. А теперь я вижу, этого не будет. Этого никогда не будет. Я с ума сойду, мальчик. Мне было трудно сказать тебе об этом. Пойди сюда. Трудно было тебе это сказать. Все. Но ведь тебе было бы еще трудней мне это сказать. Подожди, надо вспомнить самое главное. Что сейчас самое главное. Вот что. Предупреди сестер и брата, чтобы они не говорили отцу, что я живу в приюте. Пусть он думает, что я по-прежнему живу у тебя, что мне у тебя хорошо. Ты мне будешь пересылать ему письма. Ты не будешь забывать. Правда, мальчик? Ты не будешь забывать. Ответь мне. Ты не будешь забывать пересылать мне его письма. Это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца. Пусть плачут, сказала Фаина Георгиевна. Пусть. Может быть, меньше будут плакать в жизни. А вы не обратили внимание, что мы стали гораздо реже плакать в театре? Может быть, стали такими мужественными? Не думаю. Думаю, что меньше стало актеров, способных вызывать в зале эти высокие слезы очищения. И на спектакле «Дальше тишина» это делает актриса, которую мы знаем как актрису характерную. А она выступила актрисой трагической. Мне не очень нравится эта пьеса и ее текст. Но я думаю, что то, как играет Фаина Георгиевна, есть пример той высоты актерского искусства, которая иногда способна идти как бы поверх текста, поднимать его вместе с собой. И в этом спектакле она затрагивает какие-то самые интимные наши чувства. Вот один человек, говорят, когда его после спектакля позвали домой, сказал, «Нет, я сейчас пойду к маме. Я сначала пойду к маме». Вот в эти простые слова, может быть, и укладывается смысл этого спектакля и смысл того, что там делают Раневская и Плята. Мы гораздо охотнее стали смеяться в театре. Просто-таки даже ищем любой повод, чтобы посмеяться. Хотим развлечения. Но галерею тех смешных образов, которые созданы на сцене и на экране Раневской, назвать развлечением язык не поворачивается. Это примерно то же самое, что назвать развлекательным роман Гоголя «Мертвые души» или писателя Зощенко, назвать развлекательным писателем. Это совсем другое. Наверное, Фаин Гёрдина посмеялась бы, если бы сказать ей, что она выступает на сцене и на экране как исследователь человеческой природы. Однако я думаю, что это так. А природа человека, она с одной стороны познана, с другой стороны вечная загадка. И в ней очень много смешного, неприятного, противного, высокого, трагического, комического. И вот взять это в полном объеме, взять бесстрашно, на самых резких переходах от гротеска к трагедии, от низкого к высокому и обратно, вот на это способна такая актриса Хакраневская. Невозможно не сказать еще об одной ее особенности. Фаин Гёрдина не случайно так резко отталкивается от слов, что она играет. Нет, не играет, она живет. Она, конечно, играет. Это не точно, что только живет. Но ее игра, это действительно есть жизнь, если под жизнью понимать постоянное изменение, изменчивость. И в этом смысле партнерам Раневской, безусловно, с ней очень трудно. Она не играет никогда одинаково. И если вы один раз видели спектакль «Дальше тишина», то я бы вам сказала, посмотрите еще раз, сколько нюансов, сколько тех прелестных перемен, изменений, того прелестного непостоянства, которое, собственно, и есть обаяние актерского искусства. Я бы многое могла рассказать о том, что такое общение с Фаин Гёрдиной Раневской, но времени нет, жалко. Когда от нее уходишь, никогда не уходишь обедненной. Я всегда иду домой и думаю, отчего человек становится богаче, общаясь с другим человеком. Вот Фаин Гёрдине немало лет, и глядя на нее рождаются разные мысли, в том числе мысли грустные о возрасте, об одиночестве. Но надо всем этим стоит другая мысль и другое чувство. Это, конечно, восхищение. Это восхищение удивительным складом человеческой природы, ее высотой и, я бы сказала, красотой. «Та красота сквозит в душевном строе и никогда не может быть стара». Это строчки поэта Николая Бараташвили. Вот это можно отнести к Раневской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова